Здравствуйте, товарищи зрители! Сегодня видео под названием, и суть его в том же, утомляемость, усталость, плохая память, депрессия, связь этих понятий. Так вот, все, что я сейчас перечислил, все эти состояния, явления идут с человеком бок о бок. Они знакомы в наши дни почти всем. Факторов таким состоянием много в наши дни, но главное из них неадекватное питание и отсутствие движений. Ликвидировать такие состояния и просто, и сложно одновременно. Сложно из-за отсутствия знаний и лени, а просто, когда знания есть и лень, человек убирает. Так вот, витамины, другие нутриенты, просто так, только они не изменят положение дел. Так же, как и просто физические упражнения, тренировки тоже бесполезны. Важен комплекс мер, иначе результаты, если и будут, то они будут временные и неглубокие, нестабильные. Откуда же берется энергия? Сейчас я вам все это поясню. Но хочу предупредить, что все эти энергетики истощают организм. Кофе, химия, никакую энергию они не дают. Они берут у организма последнюю энергию, как бы вытаскивают ее, что называется, на поверхность. Они возбуждают нервную систему, но не дают энергию, по сути. Это самообман, это очень опасно. Ответы же кроются в митохондриях. В каждой клетке нашего организма есть маленькие органы, они называются органеллами. Есть такие органеллы, которые называются митохондриями. Это наши энергетические станции организма. Во многих своих видео я о них говорил. И вот в них есть так называемый АТФ, однозентрифосфорная кислота. Запас и главный источник энергии. По сути, это наши генераторы организма, и это наша энергия. АТФ каждый день, час и каждую минуту и секунду вырабатывается так много, что если, скажем, перевести ее в килограммы, сколько ее вырабатывается в день для обеспечения энергетических затрат всех наших биохимических процессов в организме, то вот сколько вы весите, столько килограмм АТФ образуется, синтезируется, то есть в сутки. Например, вы весите 50 килограмм. 50 килограмм АТФ синтезируется в сутки. Это триллионы и триллионы молекул. Запомните главное. АТФ не запасается. Это не гликоген наш, животный крахмал, то есть запас глюкозы в виде гликогена в организме, скажем, в печени, в мышцах. Нет. Она не запасается, а создается по запросу и тратится по запросу организма. Когда начинается активный синтез, при физическом движении, при активности, чем выше активность, тем больше нужны энергии, и тем больше синтезируется АТФ. Но для получения энергии, для синтеза АТФ необходимы определенные нутриенты, ферменты, коферменты, витамины, минералы и прочие нутриенты. Говоря о источнике энергии, о том, что заставляет синтезировать АТФ, мы, конечно, сразу имеем в виду сахар, как главный источник энергии, а точнее глюкозу или фруктозу. Но на самом деле существует два пути получения энергии АТФ нашими клетками. Действительно, первый это сахар или его концентрат в нашем теле, животный крахмал под названием гликоген, в котором запакованы миллионы миллиарды молекул глюкозы. Все это происходит благодаря гормону инсулину. А благодаря другому гормону поджелудочной железы, глюкогону, этот животный крахмал гликогена распаковывается при необходимости на, опять-таки, глюкозу, которая как бы усваивается, пока усваивается организмом. Но только пока этих сахаров в рационе питания человека немного, при высокоуглеводном питании постепенно возникает состояние, которое называется инсулинорезистентность, невосприимчивость клеток к гормону инсулину и к глюкозе. Тогда сахар и инсулин в крови растут, возникают воспалительные процессы, возникает преддиабетозное состояние, со временем диабет второго типа и ожирения, со всеми вытекающими последствиями, в том числе с утомляемостью, усталостью, плохой памятью, депрессиями и так далее. Итак, сахар действительно источник энергии, а процесс, дающий энергию, называется гликолиз с циклом Крепса. Но есть и второй путь получения энергии нашими клетками организма. Энергии, АТФ. Это жир, а процесс называется кетоз, получение энергии за счет расщепления молекул жира. И это самый оптимальный процесс для нашего организма с самым высоким процентом выработки энергии. Но процесс кетоза запускается только тогда, когда не работает первый процесс, а значит в организм не поступают углеводы быстрые, то есть глюкоза и фруктоза, то есть сахар, то есть сладкое. Только тогда в полной мере работает процесс кетозы. Иначе съеденный жир также пойдет на построение вашей жировой ткани, потому что калорий и так много, потому что вы едите сладкое, вы превышаете потребление калорий, их поступает больше потребностей, а лишние калории, лишние сахара и лишний в таком случае жир идут на построение жировой вашей ткани, как аккумулирование лишней энергии, лишних калорий. Самый большой потребитель АТФ энергии, это конечно наш головной мозг и только потом мышцы, в первую очередь сердечные мышцы. Запомните, депрессии невозможны, когда нет усталости и вы полны энергии. Именно жиры дают больше энергии митохондриям, помните это. Проблема в том, что люди едят чистые углеводы, а независимо от глюкозы, инсулина, возникают воспаления, потом нарушение обмена веществ, но в результате малой энергии, плюс отсутствие движений, а значит лишний вес, а значит еще меньше сил, и апатия, и депрессия, и все это как снежный ком, и нет выхода, казалось бы, из этой ситуации, но он есть. Надо пройти ломку после отказа от сладкого, полного отказа, но этого недостаточно, хотя уже много. Помните, что главный источник стресса, усталость, апатия, это утечка, дефицит кислорода в клетках, и электронов, и митохондрий, ну и конечно дефицит антиоксидантов, которые противостоят воздействию свободных радикалов, которые разрушают наши клетки. Много видео важных делал я в этой связи, ссылки я вам потом оставлю под этим видео, по единой ссылке, вы их обязательно посмотрите, те видео, что я рекомендую, для полной картины понимания. Но сейчас я хочу сделать акцент на коферменте Q10, коэнзиме Q10, это самый незаменимый фактор достатка энергии в митохондриях, он помогает транспортировать электроны, и в этой связи я сделаю особый акцент. Непременно посмотрите вот это мое видео потом про коэнзим Q10, обязательно посмотрите. Хотите поднять энергию при любых равных прочих факторах, потребляйте коэнзим Q10. Конечно он синтезируется нашим организмом, если здоровая кишечная микрофлора, если у вас достаточно в питании, вы получаете из питания витаминов группы В, причем всех от В1 до В12, а они очень важны для синтеза нашим организмом коэнзима Q10. И вот только тогда появляется выносливость, если совсем кратко, витамины группы В это хлорел и спирулина, в виде концентратов, в том числе этих витаминов, и не только витаминов. И потому эти два суперпродукта очень полезны. Но и обязательно потребляйте, в наши-то дни тем более, когда разрушительных факторов на организм, в том числе избытка стресса, достаточно, даже предостаточно, потребляйте коэнзим Q10, только обязательно в липосомальной форме. Почему? Что это такое? Хотя я много раз объяснял в других своих лекциях. Посмотрите это видео про Q10. Идем далее. Водородная вода со своими свободными электронами предельно важный фактор. Посмотрите хотя бы два последних видео моих на эту тему. Ссылки оставлю. Что же касается еды. Я уже делал видео под названием «А что же тогда есть?» Какая еда самая полезная, важная? Но я сейчас сделаю акценты. Конечно, еще раз, как можно больше зелени ешьте. Там и так необходимы магний, и калий, и кальций, и другие минералы. Но в том числе и многие витамины группы В. Не все, но по крайней мере многие. В этой связи самая полезная зелень, потому что в ней больше всего витаминов, это проростки. Причем, заметьте, не синтетических витаминов, что очень вредно, а натуральных. Так вот проростки, которые можете проращивать сами. И состригая зеленую часть, либо сок выжимать, принимать, пить, либо есть целиком, хорошо разжевывая, вместе с салатами. Либо в виде концентратов таблеток, которые не окисляются, в отличие от жидкостей, и долго, и удобно хранятся, а не только в морозилках, сок замороженный. Потом, Т8 экстра, такие полипринолы, мощные антиоксиданты из пихтовой хвои. Что уж говорить про пихтель, который и железо поднимет, эфиритин и много других проблем со здоровьем решит. Важен и мой совет потреблять натуральный только яблочный, гостовский уксус. По столовой ложке натреть стакана теплой воды перед каждым приемом пищи минут за 5-7. Это улучшит пищеварение и КПД усвоение питательных веществ из пищи. Очень полезна квашеная капуста. По многим причинам. Не только потому, что там есть и витамин С, хотя, ну, конечно, не в полной необходимой мере, иначе капусту есть надо, ну, килограмм-два в день, но тем не менее есть. И полезные бактерии. Но главное вещество – глутамин. Мощнейшее, пожалуй, самое сильное противовоспалительное средство. И, конечно, пищеварение улучшится, если вы будете есть квашеную капусту, только сделанную и без добавления сахара. Если у вас проблемы с кишечником, дисбактериозное состояние, синдром избыточно-бактериального роста и тому подобное, потребляйте, пройдите хотя бы курс симбиотических пропионовых бактерий и вита, ссылку оставлю, и потребляйте гель сарбент с хитозаном, и вы наладите работу кишечной микрофлоры, и вы удалите из кишечника, а значит, из всего организма, токсичные ядовитые метаболиты. Ну и, конечно, физическая активность, она жизненно необходима. Движение – это жизнь. Плюс к этому интервальное питание – это суть, принцип. Не ешьте постоянно, целый день, не ешьте вечером – это очень вредно. Питаясь интервально, по принципу, например, 6-18, вы усилите выработку естественным путем вашим же организмам гормона роста, то есть гормона молодости. К тому же будет запущен процесс аутофагии, то есть самоочищение на клеточном уровне. Более того, будет активация митохондрий, они начнут лучше работать, и АТФ будет больше. Многие люди, и в этом истина, просто факты, замечали такие факты, что когда они не едят два дня, три дня, у кого на второй, у кого на третий день, вдруг откуда-то возникают силы, энергия, легкость, все правильно. А ведь такое состояние можно поддерживать постоянно, и при этом не голодать вот так многими днями, всего лишь перейдя на интервальное питание, но, конечно, не любое, не пиццами с хлебом, а правильное питание. Еще раз, мое видео посмотрите, а что же тогда есть? И учтите вот эти важные нутриенты, ну хотя бы, Q10, витамин D3, К2, витамина группа B, ну хлорелла, спирулина. И обязательно уберите сладкое, консерванты, всякую химическую пищу, не ешьте это. Полезен, конечно, и контрастный душ, так называемое малое закаливание. А из проростков, только уже не как основные проростки, например, из пшеницы, ржи, а дополнительные, особые, ешьте брокколи, проростки брокколи, с его уникальным веществом сульфорофаном. И, кстати, об этом у меня было тоже видео. И, конечно, никаких энергетических напитков, только воду пейте, никаких кофе, но в крайнем случае при компании чаепитие, так сказать, чай, Иван-чай, либо хорошие иные чаи, травяные чаи. И это, что называется, допустимо. Помните также и то, что привычка вторая натура. Но привычки могут быть не только негативными, но и позитивными. Скажем, мои дети, уже выросшие взрослые дети, вот уже сейчас, будучи сформированными людьми в плане привычек, не пьют ничего, кроме воды, потому что это вошло им в привычку, в хорошую привычку. Итак, обязательно посмотрите мои видео про митохондрии, про энергию, причины усталости, про водородную воду, аутофагию, интервальное питание. И еще раз напомню, все то, о чем я вам говорил в этом видео. Я оставлю вам по ссылке, по единой только ссылке, не как раньше, а сейчас вы откроете под видео описание, и там будет одна главная, единая ссылка, которая поведет вас на страничку на моем сайте youfralov.blog, и на этой страничке будут те ссылки, по которым я оставил вам необходимую информацию. Не поленитесь, зайдите на эту страничку, и посмотрите эту важную, более подробную информацию. Ну, а также, разумеется, информацию, как приобрести вот эти самые важные нутриенты, антиоксиданты, по крайней мере, те, о которых я здесь вам пояснял. Напишите свой отзыв, комментарий под этим видео, ставьте пальчик вверх, проверьте свою подписку, и перешлите ссылку на это видео своим друзьям, коллегам, товарищам. До новых встреч!